В колледже я начал носить очки. Я нормально видел и не думал, что они нужны мне. Но после многих лет головных болей и жалоб на то, что картинка немного размыта, я решил заказать очки. И тогда я понял, что упускал. Знаете, как люди рисуют деревья, просто обводя контур? Именно так я и видел. Но когда я впервые надел очки, то был в шоке. Я видел листья, иголки, волны и отражения на воде, облака. Я видел волоски и цвет глаз людей. Всю неделю я поднимал и опускал очки, наблюдая за тем, как менялась картинка. Наконец-то я увидел то, что упускал. Зрение — это незаменимое чувство. Но даже если наши глаза работают, мы можем и не видеть на самом деле. Мы часто упускаем большую картину, ту работу, которую делает Бог. Мы можем зацикливаться на том, что находится прямо у нас перед глазами, или на себе, забывая об окружающих. Без Божьего вмешательства мы будем видеть глазами, но будем слепы к тому, что Он делает и к чему Он призывает нас. Ощущаете ли вы подавленность? Боль и желание, которые нельзя удовлетворить? Чего вы ищете? Возможно, проблема в том, что наши глаза не видят то, что мы должны увидеть. Возможно, мы все еще во тьме. Сегодня я покажу вам, что знакомство с Иисусом меняет все аспекты нашей жизни. В Божьем Слове мы видим нескольких человек, которые нуждались в том, чтобы Бог вернул им зрение. И не только физическое, но и духовное. Мы читали о том, что Иисус исцелил двух слепых и одного бесноватого. Откройте свою Библию или свое приложение с Библией на Матвея 9, начиная с 27 стиха. Иисус только что воскресил 12-летнюю девочку и исцелил женщину от болезни, мучившей ее 12 лет. Мы рассматривали эти истории в прошлый раз. Иисус передал девушку ее физической семье, а женщину привел в свою духовную семью, назвав дочерью. Он показал, что является господином над смертью и болезнью. В прошлый раз пастор Уилли говорил о том, что отчаяние направляет нас к вере. Мы можем сказать, что Иисус является Господом и в нашем отчаянии. Сегодня мы увидим еще несколько отчаянных проявлений веры. Давайте посмотрим на них. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Здесь мы видим двух отчаявшихся слепых. Они застряли во тьме своей немощи. Весьма интересно то, как они обратились к Иисусу, сын Давидов. Почему они связывают Иисуса с Давидом? Давид был ключевой личностью еврейской истории, пророчеств и надежды. Он был царем, который боролся с врагами Божьими и принес мир и процветание Израилю. Он не был идеален, но Ветхий Завет говорит, что он был мужем по сердцу Божьему. Бог заключил завет с Давидом, дал ему обетование о том, что его потомки будут всегда сидеть на престоле Израиля, и что один из его потомков будет царем над всем. Во 2 Царств 7 сказано, «Когда же исполняются дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Сын Давида Соломон построил храм Богу, но в итоге Соломон умер. Как Бог мог дать обещание установить его престол навеки? Это обетование стало надеждой для евреев. Они ждали особого избавителя, который должен был прийти и спасти Израиль. Этот избавитель должен быть помазан Богом. Именно это и означает слово «Мессия». С этим обетованием была связана вера в то, что Мессия не только принесет мир Израилю, но также спасет Израиль и мир от греха и смерти. Он должен был искупить нас Богу. Титул «Сын Давидов» призван показать иудеям, для которых изначально писал Матвей, что Иисус — Мессия. В первом стихе этой истории Матвей пишет «Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама». В сегодняшнем фрагменте мы впервые видим, чтобы кто-то из толпы назвал Иисуса сыном Давида. Описывая жизнь Иисуса, Матвей еще пять раз упоминает этот титул в отношении Иисуса. В Матвее 12.23, после очередного «Исцеления», люди спросили, может ли это быть сын Давидов. В Матвее 15.22 к Иисусу пришла Хананиянка, чтобы попросить его освободить ее дочь от беса. Она назвала его Господом, сыном Давида. В 20-й главе мы видим еще больше слепых, просящих милости Иисуса. Они также называют его Господом и сыном Давидовым. В 21-й главе Иисус въезжает в Иерусалим. Это было за неделю до его распятия. Толпы кричат «Оссана сыну Давиду». Мы также видим, что первосвященники понимали, что толпа считала Иисуса Мессией. Они планировали убить Иисуса. В 22-й главе Иисус спрашивает своих учеников, чей сын Христос, на что они отвечают, что он сын Давида. Иисус исполнял пророчество о Мессии. Даже Иоанн Креститель, который провозглашал приход Мессии и назвал Иисуса Мессией, в один момент начал сомневаться в том, он ли это. В ответ Иисус напомнил Иоанну о чудесах и знамениях, которые он совершал. В Луке 7 Иисус говорит, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнился о Мне». На протяжении последних нескольких недель мы рассматривали свидетельство прокаженного, который исцелился от прикосновения Иисуса. Мы читали о том, как хромой, который не мог ходить, пошел, девочка воскресла, женщина получила исцеление от кровотечения, двое слепых получили зрение, а другие избавились от бесов. Это мессианские чудеса. Иисус – долгожданный сын Давидов. Он тот, кто будет вечно править на престоле Давида. И через него благословятся все семьи земли. Он сокрушит голову змеи, победит сатану, грех и смерть, восстановит наши отношения с любящим Творцом и Отцом Небесным. Знакомство с Иисусом, как с тем, кого мы ждали, приносит уверенность. Истории о чудесах Иисуса распространялись по той местности. Эти слепые связывали услышанное об Иисусе с этим пророчеством. Они верили, что Он проявит к ним милость и исцелит их глаза. Они пошли за Иисусом. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли вы, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Иисус вошел в дом, и они могли зайти с Ним. Эти слепые пробрались внутрь, несмотря на толпы, окружавшие Иисуса. Эти люди не видели физическими глазами, но им не нужно было. Бог открыл глаза их сердца, чтобы показать им, что Иисус больше, чем кажется. Я вижу отголоски евреям 11 в этих людях. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Эти люди не видели Иисуса, но они слышали о делах и чудесах. Они слышали достаточно для того, чтобы поверить, что Иисус может ответить на их нужду. Может показаться, что Иисус заставлял слепых ждать исцеления. Почему Он не исцелил их по дороге к дому? Почему они должны были зайти за Ним в дом? Возможно, у вас есть похожие вопросы. Мы не всегда планируем ответы на наши вопросы. Сомнения, нужды, просьбы. По крайней мере, не сразу. Мы сталкиваемся с трудностями, болью, просим Иисуса помочь, но иногда нам кажется, что мы все равно остаемся во тьме, без утешения или надежды. Можно ли это сказать сегодня про вас? Нам кажется жестоким то, что Иисус заставляет слепых искать Его, вместо того, чтобы остановиться ради них. Зачем заставлять их ждать? Некоторые комментаторы говорят, что Он хотел проверить их веру в то, что они считали Иисуса единственным. Кто может помочь им? Давайте остановим пока что этот вопрос. Я верю, что мы получим ответ в конце истории, когда Иисус спросил, верят ли они. Слепые, не сомневаясь, сказали «да». Они не ставили никаких условий, а сказали «да, Господи». У них не было альтернатив. Иисус — это все, что у них было. Назвав Иисуса Господом, они заявили о Его власти. Эти люди подчинились Иисусу, дали Ему власть над собой. Он мог сделать с ними все, что хотел. Они верили, что Он исцелит их. Их вера была безусловной. Ты можешь сделать это. Верим ли мы так, как эти люди? Как часто мы ставим условия для веры? Как часто мы требуем чего-то от Бога? Вместо того, чтобы подчиниться Ему, мы пытаемся договориться с Богом. «Иисус, если Ты сделаешь это, я больше никогда не буду сомневаться в Тебе». Вы молились так? Хоть Иисус и не спешил исцелить их, они верили, что Он может сделать это, даже если для этого понадобится время или очередное обращение. Только Иисус может удовлетворить наши нужды и наполнить жизнью, которой мы желаем. У нас всегда будут нужды, но с Иисусом мы можем иначе реагировать на нужды, потому что у нас есть Спаситель, который за нас, знакомство с Иисусом, позволяет нам смотреть иначе. Как на это ответил Иисус? Он снова заставил их ждать? Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей, да будет вам по вере вашей». В сегодняшних историях вера играет ключевую роль. В первой это вера самих слепых. Во второй истории, которую мы прочитаем чуть позже, это вера того, кто привел бесноватого к Иисусу. В любом случае, вопрос был не в размерах их веры, а в предмете веры. Неправильное понимание этого приводит к ложным учениям и убеждениям. Если исцеление, которое мы желаем, зависело от глубины нашей веры, никто бы не получил исцеление. Ни у кого нет такой веры. Проповедники процветания говорят, что нужно посеять зерно веры, что отдав, ты получишь. Они говорят, что добро, сделанное вам, зависит от того добра, что вы сделали. Это плотское понимание, центром которого является я. Была ли важна вера в этих исцелениях? Конечно. Иисус говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Но вера это не то, что можно освоить. Вера это дар от Бога. Он открывает наши духовные глаза, чтобы мы увидели свою потребность в Иисусе и дает вам возможность отдать решение этой нужды Иисусу. Когда мы пребываем в Иисусе, мы получаем жизнь через Него. Он очищает нас, делая нас подобными себе. В Иоанна Иисус говорит, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанн начинает свое Евангелие со слов, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иисус подтвердил свои заявления, принеся свет в темный мир этих слепых людей. Он открыл их глаза, чтобы они увидели на самом деле. Их вера принесла им зрение. 30 стих. «И открылись глаза их». Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». Иисус знал, что его миссия была не только физическом исцелении. Он знал состояние душ этих людей. Без Него они не пережили бы такого исцеления, в котором так нуждались. Как в примере с исцелением паралитика, который мы рассматривали несколько недель назад, Иисус в первую очередь пришел не исцел мир физически не исцелить жизни мертвым душам, исцелить людей от греха. Здесь мы находим ответ на предыдущий вопрос, почему Иисус не исцелил слепых на улице, когда они только обратились к Нему. Иисус не хотел, чтобы их исцеление было публичным явлением силы. В следующий раз мы увидим, что Иисус сжалился над толпой. Здесь Его сердце проявляет сострадание слепым. Он обладает силой, чтобы исцелить их. У Него есть желание исцелить их. Но Ему нужны были еще две вещи приватность и провозглашение. Иисус отвел их в тайное место и увидел убеждение их сердец. Они действительно верили, что Он может исцелить их. И Он сделал это. Мы склонны жить как следовавшие за Иисусом. Покажи нам знамение, чтобы мы знали, что Ты Тот, Кем называешь себя. Мы сталкиваемся со сверхъестественными вещами. Совершает ли Иисус чудеса? И сегодня, конечно, правда? Я лично не участвовал в исцелениях, но слышал слишком много историй об исцелениях от друзей, чтобы отрицать их. Когда мы видим и переживаем силу Божью, то ощущаем восторг восхищение. Но Иисус не хочет, чтобы мы считали эти вещи доказательством Его присутствия и силы. Писание достаточно для спасения веры в Бога. Павел пишет во 2 Тимофею 3. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веру и во Христа Иисуса». Все писания Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления, в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Но по благодати Бог также дал нам богатую историю церкви, личные переживания Его силы, способность и мудрость для осознания того, что мы видели и слышали. Точно так же было и с этими слепыми. Иисус сказал им, когда они прозрели, чтобы они не рассказывали о своем исцелении, потому что Его не интересовала слава или внимание. Это лишь мешало бы Его миссии найти и спасти потерянных от греха, принести спасение своему миру. Как они ответили? 31 стих. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Мне смешно от того, что Иисус попросил слепых не рассказывать о чуде. Уверен, что до конца своей жизни они рассказывали историю о своем исцелении. Они рассказывали родным и друзьям об Иисусе, который сказал слово, положил руки на их глаза и вернул им зрение. Они не могли сдержать свою радость и свое свидетельство. Знакомство с Иисусом позволяло нам говорить иначе. Я не знаю, почему Иисус думал, что эта история останется тайной. Он позвал их в отдельную комнату, как в случае с мертвой девочкой, и выслал всех прочь, кроме учеников и родителей. В следующих стихах говорится, что толпа все еще была там, и люди ожидали больше исцелений. В любом случае, мы видим проявление силы и сострадания Иисуса. Это сила и сострадания доступны нам сегодня. Давайте посмотрим на еще один пример этой силы. 32 стих. Когда же те выходили, то привели к нему человека немного бесноватого. Остальным придется показать. Прозревшие слепые пошли провозглашать то, что сделал Иисус. А к нему подошел человек с бесноватым, который не мог говорить. Обратите внимание на то, что бесноватого привели к нему. Он не пришел сам. Возможно, он даже не хотел идти. Этот человек был безнадежно потерян. Бес держал его в своей хватке, но Иисус показал свою власть. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Мы даже не узнаем подробности чуда, а лишь тот факт, что оно было. Но тот, кто привел бесноватого к Иисусу, верил в то, что он может исцелить его. Он был готов рискнуть, и его вера оказалась не напрасной. Человек, которого бес сделал немым, излечился, а бес замолчал, больше не имея возможности творить зло. А народ удивлялся. Они поражались делам Иисуса. Иисус имел силу не только восстановить зрение тем, кто жил в физической тьме, но и освободить тех, кто жил в духовной тьме. И это не просто освобождение от бесов. Этот человек оказался в оковах своего греха. Только Иисус мог освободить его от этой хватки. Без Иисуса наши желания противоречат желаниям Бога. Иакова один говорит, «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Без избавления Иисуса от грехов мы умрем». Толпа имела повод для удивления. То, что они видели, было чудом. Но тот факт, что Иисус спас нас от греха и смерти, еще чудеснее. Оказаться под благодатью Божьей и получить милость через крест, получить жизнь благодаря Его воскресению из мертвых, назвать Иисуса Господом и подчиниться Его власти, вот что принесет настоящую свободу. В процессе развития Бог очищает нас. Это нужно не для того, чтобы получить спасение, но чтобы переживать спасение. Вот что предлагает Иисус. Знакомство с Иисусом позволяет нам жить иначе. Мы видим, что Иисус исцелил двух слепых и бесноватого, однако были и другие слепые, которые не получили исцеления. Вы видите их? Это фарисеи. Они наблюдали за всем столпой, но не видели, что делает Бог. 34 стих. А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Если кто и должен был узнать Иисуса, так это фарисеи, которые изучали закон и Слово Божье, чтобы не нарушать его. Они должны были увидеть знамения и понять, кто был с ним. Мессия, ожидаемый сын Давидов, помазанник Божий. Посмотрите на Исаии 35, 5 и 6. «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит как олень и язык немого будет петь. Слепые глухие хромые немые». Мы видим три из четырех примеров только в этой главе, а в Марка 7 он исцеляет глухого, так что это тоже. Но в этой главе мы видим, как фарисеи насмехались и обвиняли Иисуса в грехе, вместо того, чтобы поклоняться Ему. После исцеления паралитика они сказали, «Он богохульствует, прощая грехи». Они считали, что его ужин с Матвеем сделал его нечистым. Он прикоснулся к мертвому телу и женщине с кровотечением. Это должно было сделать его нечистым. Теперь он возвращает зрение и изгоняет беса, а они обвиняют его в том, что его сила была от сатаны». Есть еще одна история исцеления в Матвее 12. В этот раз Иисус исцелил бесноватого, который был слепым и немым. Когда люди увидели чудо, то снова назвали его сыном Давидовым. Они видели и знамения, и гадали, не был ли Иисус мессией, а фарисеи снова приписывают чудо делам сатаны. В этот раз Иисус сказал им, «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устроить царство его? И если я силою Виэльзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою сгоняют. Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божье». В другой истории исцеления из Иоанна 9 Иисус возвращает зрение слепому. Когда фарисеи начали опрашивать его, он заявил о своей вере. Фарисеи были недовольны Иисусом и этим человеком. Позже Иисус сказал, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Иисус – свет мира, победитель тьмы, разрушающий оковы бесов и духовных сил. В силе Иисуса есть сила, свобода от оков греха. Встреча с воскресшим Иисусом не может оставить нас во тьме. Он приводит всех на свет. Недостаточно просто знать о Иисусе. Вы должны действительно знать Его, знаете ли Вы Его, не упустите Его, не игнорируйте то, что Он сделал. Я призываю вас прийти к Иисусу и жить. Если вы никогда не отдавали себя в Его руки, сделайте это сегодня. Если вы гонитесь за имуществом, безопасностью и комфортом в этом мире, то никогда не найдете покоя. Вы можете получить все, что предлагает мир, и все ровно проиграть. Иисус предлагает жить в полноте. Когда мы фокусируемся на Иисусе, то видим перспективу. Мы видим нашу потребность в Нем, Его обеспечение. Мы переживаем общение с Его Церковью. Собираясь вместе, в радости и в горе, мы смеемся и скорбим вместе. Мы можем делать это потому, что мы с Иисусом. Переживали ли вы Его исцеляющие прикосновения или свободу, которую Он предлагает. Или вы все еще бродите во тьме? Будьте отчаянными для Иисуса, полагайтесь на Него. Мы можем быть как толпа, которая восхищается Иисусом и ждет следующего знамения. Мы можем быть как фарисеи, которые игнорируют присутствие Божье в жизни. Мы можем быть как слепые, нуждающиеся в исцелении Иисуса. Мы можем быть как немой, который нуждается в том, чтобы другие направляли Его к истине и свободе Иисуса. Мы можем быть друзьями немого, приводя своих друзей к тому, кто может ответить на их нужды. Как бы ни было, все мы нуждаемся в Иисусе. Только Иисус может помочь нам увидеть истину о себе и о Нем. Только Иисус может искупить нас, чтобы мы были с теми, кем Он создал нас, людьми, которые находятся в любви и единстве с Отцом навеки. Знакомство с Иисусом меняет все аспекты нашей жизни. Иисус